Четвертый Конгресс Коммунистического Интернационала 5 ноября, 5 декабря 1922 года Пять лет российской революции и перспективы мировой революции Доклад на Четвертом Конгрессе Коминтерна 13 ноября Том 45. Страницы с 278 по 294 Четвертый Конгресс Коммунистического Интернационала Происходил с 5 ноября по 5 декабря 1922 года Открытие Конгресса состоялось в Петрограде Последующие заседания с 9 ноября проходили в Москве В работе Конгресса приняли участие представители 58 коммунистических партий Трех других партий итальянской социалистической, исландской рабочей и монгольской народно-революционной И пяти рабочих организаций КИМА, профинтерна, международного женского секретариата, организация негров США, международной рабочей помощи На Конгрессе впервые присутствовали делегаты от коммунистических партий Японии, Португалии, Бразилии И некоторых других партий, возникших после Третьего Конгресса Коминтерна Четвертый Конгресс обсудил отчет Исполнительного комитета Коминтерна И вопросы Пять лет российской революции и перспективы мировой революции О наступлении капитала О программе Коминтерна О задачах коммунистов профсоюза Восточные и аграрные вопросы И другие Ленин провел большую работу по подготовке Конгресса Возглавляя бюро делегации РКПБ на Конгрессе, членом которого он был избран 7 октября 1922 года на пленуме Центрального комитета Ленин руководил всей работой русской делегации Принял активное участие в выработке важнейших решений Конгресса Он тщательно готовился к своему выступлению на Конгрессе Составил два плана доклада на русском и немецком языках Смотри настоящий том, страницы с 431 по 439 Публикуемое ниже приветствие Ленина было оглашено при открытии Конгресса 5 ноября 1922 года Доклад «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции», явившейся центральным событием Конгресса Ленин сделал на немецком языке 13 ноября на утреннем заседании Конгресса Получив тот же день расшифрованную стенограмму на немецком языке и ее перевод на русский язык Ленин написал следующее «Очень, очень хорошо! Большое спасибо! Не забудьте дать вправду!» Доклад был напечатан правде 15 ноября 1922 года Четвертый Конгресс Коммунистического Интернационала принял резолюцию по русскому вопросу В ней подчеркивалось, что советская Россия остается для мирового пролетариата богатейшей сокровищницей исторического революционного опыта Давалась высокая оценка новой экономической политики как политики, направленной на построение социализма Конгресс указал, что лишь совместные усилия мирового пролетариата могут гарантировать пролетарскую революцию в России От опасности нападения со стороны империалистических государств и реставрации капиталистического строя И призвал трудящих со всех стран выступить в поддержку советской России под лозунгами «Руки прочь от советской России! Юридическое признание советской России! Действенная помощь хозяйственному восстановлению советской России!» Конгресс детально проанализировал состояние и задачи международного революционного движения Подвел итоги борьбы рабочего класса в капиталистических странах за полтора года, прошедшие после Третьего Конгресса И подчеркнул, что тактика единого фронта, проводившаяся коммунистическим интернационалом, была правильной В тезисах о тактике коммунистического интернационала была дана четкая характеристика экономического и политического наступления буржуазии на рабочий класс Намечались задачи Компартии по организации отпора натиску капитала, усилению борьбы с фашизмом на основе тактики единого фронта Исходя из тактики единого фронта, Конгресс выдвинул лозунг рабочего правительства, которая рассматривалась Конгрессом как возможная форма перехода к диктатуре пролетариата При этом Конгресс указал на возможность возникновения рабочего правительства в определенных условиях и на парламентской основе Особо подчеркнув, что и создание такого правительства, и само его существование неотделимые от революционной борьбы против буржуазии Обсудив вопрос о международном положении в связи с созданием Версальской системы, Конгресс отметил, что она обостряет противоречия между империалистическими государствами Ведет к усилению милитаризации, росту опасности возникновения новой мировой войны И призвал коммунистические партии, в первую очередь коммунистов Франции и Германии, крепить интернациональную солидарность пролетариата Конгресс предпринял новый шаг к созданию единого фронта рабочего класса Обратившись с открытым письмом к Гаагскому Конгрессу, второму и двух с половинному интернационалам и профсоюзам всех стран В котором призывал их к совместным действиям против наступления капитала и опасности войны Определяя задачи коммунистов в профессиональном движении, Конгресс выдвинул лозунг борьбы за единство профсоюзного движения Легшие в основу решений Второго Конгресса Красного Интернационала профсоюзов Состоявшегося в Москве 19 ноября 2 декабря 1922 года При обсуждении вопроса о программе Коминтерна Конгресс учел предложение Ленина не принимать ее в окончательном виде Поскольку было необходимо более тщательно ее подготовить 20 ноября на совещании Бюро русской делегации, проходившем под руководством Ленина Был выработан проект решения по вопросу о программе Который лег в основу резолюции, принятой Конгрессом 21 ноября В этой резолюции Конгресс постановил передать все проекты программы в ИКИ Для их изучения, подробной обработки и опубликования А также обязал все партии выработать свои национальные программы Дав анализ национально-освободительного движения в угнетенных и зависимых странах Конгресс выдвинул для колониальных и полуколониальных стран Лозунг единого антиимпериалистического фронта С целью уточнения политики Компартии в аграрном вопросе Конгресс принял набросок аграрной программы действия коммунистического интернационала Первоначальный проект наброска, повторявший в основном резолюцию Второго Конгресса Коминтерна по аграрному вопросу И страдавший неточными формулировками Был подвергнут критике в письме Ленина членам бюро русской делегации От 25 ноября 1922 года Письмо было переведено на четыре языка и роздано делегатам съезда Ленин предложил сличить новую резолюцию фраза за фразой С резолюцией Второго Конгресса Во избежание противоречий между ними И придать этой новой резолюции характер чего-либо вроде частичного комментария В соответствии с указаниями Ленина Проект был переработан в инструкцию По практическому применению резолюции Второго Конгресса На одном из заседаний Конгресса Был заслушан доклад о деятельности международной рабочей помощи 2 декабря 1922 года Ленин обратился к секретарю Мешрапома С письмом, в котором высоко оценил итоги производственной помощи Международного пролетариата советской стране Смотри настоящий том страницы 315-316 В принятом 5 декабря 1922 года Специальном решении о пролетарской помощи советской России Конгресс призвал мобилизовать Помимо политической мощи Всю хозяйственную мощь мирового пролетариата Для оказания немедленной реальной поддержки Первому в мире социалистическому государству В деле восстановления народного хозяйства Большое внимание Конгресс уделил положению В отдельных секциях коммунистического интернационала В специальных комиссиях и на пленарных заседаниях Была обсуждена деятельность коммунистических партий Франции, Испании, Италии, Чехословакии, Польши, США, Югославии, Дании и других стран Ленин оказал большую помощь в решении ряда вопросов Связанных с деятельностью отдельных секций Коминтерна Встречаясь в период подготовки Конгресса И во время его работы с представителями коммунистических партий И другими делегатами Конгресса Он своими советами помогал им выработать Правильную политику и тактику революционных действий Особое внимание Ленин уделил работе итальянской комиссии В центре которой стоял вопрос об объединении Итальянских коммунистической и социалистической партий В октябре и ноябре 1922 года он принял Грамши, Бомбаччи, Грациадеи, Бордигу Придерживавшихся различных взглядов на объединение ЦК РКПБ обратился к членам итальянской делегации С письмом о тактике итальянских коммунистов Все это помогло итальянским делегатам занять единую позицию При голосовании резолюции по итальянскому вопросу 11 декабря 1922 года Ленин написал письмо Лацари Одному из основателей итальянской социалистической партии И стороннику ее присоединения к Коминтерну В котором сообщая о принятом Конгрессом решении Об объединении партии призвал итальянских социалистов Содействовать объединению самым усердным образом Смотри ленинский сборник 36 страницы 517-518 Принятые Конгрессом и его комиссиями решения Способствовали преодолению в компартиях Правоопортунистических и сектанско-догматических ошибок Превращению секции Коминтерна В марксистско-ленинские партии нового типа Появление товарища Ленина Встречается бурными, долго не прекращающимися аплодисментами И овациями всего зала Все встают и поют интернационал Товарищи Я числюсь в списке ораторов главным докладчиком Но вы поймете, что после моей долгой болезни Я не в состоянии сделать большого доклада Я могу дать лишь введение к важнейшим вопросам Моя тема будет весьма ограниченной Тема Пять лет российской революции Перспективы мировой революции Слишком обширна и велика Чтобы ее вообще мог исчерпать Один оратор в одной речи Поэтому я беру себе только Небольшую часть этой темы Именно вопрос о новой экономической политике Я умышленно беру только эту малую часть Чтобы ознакомить вас с этим важнейшим теперь вопросом Важнейшим по крайней мере для меня Ибо я над ним сейчас работаю Итак, я буду говорить о том, как мы начали новую экономическую политику И каких результатов мы достигли с помощью этой политики Если я ограничусь этим вопросом, то, может быть, мне удастся сделать общий обзор И дать общее представление о данном вопросе Если начать с того, как мы пришли к новой экономической политике То я должен обратиться к одной статье, написанной мною в 1918 году Ленин имеет в виду свою статью О левом ребячестве и о мелкобуржуазности Смотри сочинение Пятое издание, том 36 Страницы с 283 По 314 Страница 279 В начале 1918 года Я как раз в краткой полемике коснулся вопроса Какое положение должны бы занять по отношению к государственному капитализму? Я писал тогда Государственный капитализм был бы шагом вперед против теперешнего То есть против тогдашнего положения дел в нашей Советской Республике Если бы примерно через полгода у нас установился государственный капитализм Это было бы громадным успехом и вернейшей гарантией того, что через год у нас окончательно упрочится и непобедимым станет социализм Смотри сочинение Пятое издание, том 36 Страница 295 Это было сказано, конечно, в то время, когда мы были поглупее, чем сейчас Но не настолько уж глупы, чтобы не уметь рассматривать такие вопросы Я держался таким образом в 1918 году того мнения, что по отношению к тогдашнему хозяйственному состоянию Советской Республики Государственный капитализм представлял собой шаг вперед Это звучит очень странно и, быть может, даже нелепо, ибо уже и тогда наша республика была социалистической республикой Тогда мы предпринимали каждый день с величайшей поспешностью, вероятно, с излишней поспешностью Различные новые хозяйственные мероприятия, которые нельзя назвать иначе, как социалистическими И все же я тогда полагал, что государственный капитализм По сравнению с тогдашним хозяйственным положением Советской Республики Представляет собой шаг вперед И я пояснял эту мысль дальше тем, что просто перечистил элементы хозяйственного строя России Том 45, страница 279 Эти элементы были, по-моему, следующие Первое — патриархальное, то есть наиболее примитивная форма сельского хозяйства Второе — мелкое товарное производство Сюда относятся и большинство крестьянства, торгующие хлебом Третье — частный капитализм Четвертое — государственный капитализм И пятое — социализм Смотри сочинение, пятое издание, том 36, страница 296 Страница 280 Все эти хозяйственные элементы были представлены в тогдашней России Я поставил себе тогда задачу разъяснить В каком отношении друг к другу находятся эти элементы И не следует ли один из несоциалистических элементов Именно государственный капитализм Расценивать выше, чем социализм Я повторяю, это всем кажется весьма странным Что несоциалистический элемент Расценивается выше Признается вышестоящим, чем социализм В республике, которая объявляет себя социалистической Но дело становится понятным, если вы вспомните Что мы отнюдь не рассматривали Хозяйственный строй России Как нечто однородное и высокоразвитое А в полной мере сознавали Что имеем в России патриархальное земледелие То есть наиболее примитивную форму земледелия Наряду с формой социалистической Какую же роль мог бы играть Государственный капитализм В такой обстановке Я далее спрашивал себя Какой из этих элементов является преобладающим Ясно, что в мелкобуржуазной среде Господствует мелкобуржуазный элемент Я тогда сознавал, что мелкобуржуазный элемент Преобладает Думать иначе было невозможно Вопрос, который я тогда ставил себе Это было в специальной полемике Не относящейся к нынешнему вопросу Был Как мы относимся К государственному капитализму И я ответил себе Государственный капитализм Хотя он и не является социалистической формой Был бы для нас и для России Формой более благоприятной, чем теперешняя Что это означает? Это означает, что мы не переоценивали Ни зародышей, ни начал социалистического хозяйства Хотя мы уже совершили социальную революцию Напротив того Мы уже тогда в известной степени Сознавали Да, было бы лучше Если бы мы раньше пришли К государственному капитализму А уже затем к социализму Я должен особенно подчеркнуть эту часть Потому что, полагаю, только исходя из этого Во-первых, можно объяснить, что представляет собой Теперешняя экономическая политика И, во-вторых, из этого можно сделать Очень важные практические выводы И для коммунистического интернационала Я не хочу сказать, что у нас уже был заранее готовый план отступления Этого не было Эти краткие полемические строки Не были в то время ни в коем случае Планом отступления Продолжение следует...